А вот мне интересно еще было бы, наверное, ну, я не знаю, конечно, тему, не тему, как, допустим, как бы мой опыт применения традиций, который касаемо, например, сообществе, ну, я имею в виду в нашем сообществе, в семье, допустим, там, я не знаю, в социуме, допустим, как конкретно ты пользуешься этими инструментами, именно, как бы, ну, твое понимание, как бы, опыта и применения. Да, хорошо, спасибо. Начнем? В смысле, продолжим, да? Да. А вот мы должны всех принимать. Вот этот момент, еще, женские группы, там, группы специфические, еще какие-то, как вам будет, вот, против себя, на святишниках? Ну, они не принимают, ни к... Ну, или вот... Я был на женской группе. Да, мне вот, у меня товарищ сейчас в Нью-Йорке, он переводчик и учитель английского языка, вот, получил распределение, поехал поработать в Штатах. Написал мне, вот, буквально пару дней назад в WhatsApp-е, типа, зашел на две группы в Нью-Йорке, одна оказалась польской, а вторая ЛГБТ. Вот, ну, бывает, ну, че, как бы, мы должны принимать всех страдающих от алкоголизма. Вот, насколько эта группа, если она не принимает всех страдающих от алкоголизма, ну, наверное, она, значит, не соответствует, да, там, части традиций, вот, этой части. Но имеет на это право. Имеет на это право. Потому что, а кто запретит-то? И у нас же нет там какого-то, по идее, вообще, в самой обычной, классической, традиционной группе анонимных алкоголиков, да, будь ты хоть, как там у нас говорилось, будь ты хоть негр прикладных годов. Вот. Мне человек, у меня есть ребята при понятиях, при понятиях, я говорю, а понятия, не понятия, че, если к тебе гей обратиться, будешь его спонсировать, как миленький. А че? Где у нас написано, что геев мы не спонсируем, найди мне. Где-нибудь в литературе. Нету такого? Вот. У меня один ходил, он вообще, Шагаля, еще я тоже расскажу про это, Серега, умора вообще. В шагах выяснилось, что это человек нереальный брюзга, по убеждениям он, ну, русский нацист. Он такой прям, он вот считает, что русские и еще ряд белых наций допустимы вообще на планете. То есть он националист до мозга костей, да еще брюзга. Он сообщил такую штуку, что он ел в Макдональдсе и не к нему подошел, он просто увидел бомжа на улице. И он не смог доесть гамбургер. Я думаю, о-о-о, будет весело шагать по просторам. И он в какой-то момент говорит, что ты со мной сделал, звонит мне. Я говорю, а что такое? А он молился у меня в четвертом шаге. Я говорю, а что такое? Он говорит, понимаешь, я дал визитку алкашу нашей группы. Я говорю, ну отлично, ты же анонимный алкоголик. Дал визитку алкашу, все логично, все нормально. Он говорит, это алкаш, бомж. Я говорю, так. И не просто бомж, он узбек. А дальше он рассказывает историю. Он говорит, я бы просто на другую сторону дороги раньше от него перешел. А тут я сгонял на группу, взял визитку, вернулся в этот сквер, дал ему визитку, поговорил с ним, позвал его на группу. Что ты со мной сделал? Сказал шутку. Так что это еще такой момент уздравленческий. У меня не было такого, чтобы мне отказывали где-то. Я не ходил, конечно, на радужные группы. Ну, в смысле, конечно. Я, как бы, без особых этих самых предрассудков, я бы мог прийти. У нас есть группа Радуга. Да. И почему бы и нет? Ну, если они скажут, ты натурал, тебе не к нам, ну, это будет немножко не по традициям, да? Я могу сказать, ну и что ж я натурал, зато я алкаш, имею право, третья традиция читать. Вот, ну, на самом деле, ну, как бы, чего такого? Ну, возможно, я к этому отношусь вполне толерантно. Такое слово дурацкое. Вот, потому что я могу понять, с учетом отношения к ЛГБТ многих натуралов, им может быть вполне комфортно собираться в свои сообщества, ну, делать свою группу, где им будет комфортней. Ну, почему нет? Имеют право. Группа девчата, там, женская группа, да, ну, тоже такая специфика странная, но вот почему-то вот так решили, вот, ну, решили, что так будет комфортно. Почему бы и нет, пусть будет и такая группа. Пусть групп будет больше. В конце концов, тебе чего намазано на этой радуге? Ну, иди в другую, что тебя так это парит? Вот. Но по большому счету, конечно, правильно, когда у нас нет никакого разграничения на, там, по национальному признаку, упаси господи. Ну, я говорил, я советский человек, я вообще интернационалист. Мне непонятно никакие закидоны любой ксенофобии, шовинизма. Меня с детства воспитывали как интернационалиста и относиться с принятием ко всем людям, поэтому я как бы считаю, что это как бы норма, нормально. И в шагах я с этим сталкивался не раз, не только с этой историей, но я считаю, что это перекосы в духовном смысле, это не здоровье. Вот. Скажи, про что ты спросил? Нет, я... А, про традиции, все, прости, да. Просил о применении традиций в жизни, да. Значит, что касается применения традиций в жизни. И шагов, и традиций. Вообще это, в принципе, жизни касается. Я полагаю, что наше сообщество – это часть большого общества. Ну, в смысле, я не полагаю, это вообще-то так и есть. Мы не в вакууме. В данном случае мы вот в России, в Барнауле, в Алтайском крае. Ну, мы как бы сообщество внутри большого общества. Это, знаете, как ездил у меня приятель в Кению. Он говорит, самое большое надувалово Кении – это кенийский зоопарк. Потому что это кусок прерии, огражденной проволокой. Но что внутри этой проволоки, что снаружи, то же самое, вообще одинаково. Там и там, и там те же жирафы ходят, те же львы. То есть весь тот же расклад. Поэтому просто платить деньги за пересечение произвольно огражденной территории в прерии. Вот мы, считайте, тоже так. Ну, оградили. Ну, хорошо, у нас-то тут есть какой-то метод отбора. Мы бухали все, да? Ну, и все. А так, по большому счету, мы сообщество очень разных людей. Мы, как и общество. Среди нас тут, там, не знаю, либералы, коммунисты, националисты. Среди нас, как бы, представители всех рас, различных религий, политических, общественных взглядов, там, ориентации. Да, мы на самом деле, и у нас те же дрязги порой бывают. Иногда на каком-нибудь комитете послушаешь, как там качают в какой-нибудь интергруппе. Чего-нибудь думаешь. Ну, прям, е-мое, прям Верховная Рада или, там, не знаю, Госдума. Да, прям, тот же расклад. Вот сейчас уже морду начнут бить. И били, кстати. Вот. Чего бы и нет. У меня спонсируемый рассказывал на первой моей группе. Он говорит, я новичок. Я пришел весь такой одухотворенный. Первый день трезвости у меня. И при мне просто, говорит, на 15-й минуте высказывания, один вскакивает, начинает бить другому морду. Разбивает в кровь вообще, кладет один другого. Он говорит, я тяжело, так смотрю. Ну, отличное сообщество. Да, истории, которые я рассказываю, они, ну, реальные все, да. То есть, это не выдумки. Всякое у нас бывает. Я не думаю, что Всевышний отбирает в анонимной алкоголике только гениев. Да не, нифига. Или только идиотов, знаете, там, типа того. Нет. Или только там выбирает со знанием английского языка. Нет. А то, ну, как бы, мы совершенно разные. С разным интеллектуальным уровнем, кстати. Я знаю, что я тупой. Но я знаю людей тупее себя. И точно знаю людей умнее меня. Ну, так, объективно. Действительно. Почему бы и нет. Кто-то больше образован, кто-то меньше, кто-то умнее, кто-то глупее. То есть, всякая, да и какая разница. Все мы товарищи, все мы братья и сестры. Вот. Применение традиций в семье и применение традиций на работе мне всегда казалось немножко странным. Странный идей. Дело в том, что мне еще было бы понятно применение традиций в социалистическом обществе. Но применение традиций в капиталистическом обществе я работодатель. Смотрю я у вас, как вы у меня традиции поприменяете. У меня тут условно говоря. Если вы работник пролетарии, у вас одни будут. Если вы буржуй, работодатель, у вас будут другие там взгляды, понимаете. И когда вот это за уши притягивается на коллектив, вот это как бы история. Но личное выздоровление проявлять вообще не вопрос на трудовом месте, в коллективе. Относиться к другим людям так же, как к твоим товарищам, делающим с тобой одно дело. Относиться с уважением, с терпимостью, с желанием помочь. Ну, нет проблем применения этих принципов. В семье, мне тоже кажется, это иногда какая-то странная такая ролевая ошибка. Каждому свое. Но, на мой взгляд, делать рабочее собрание в рамках семьи довольно странно. И говорить, ты член нашей семьи, если ты назвался членом нашей семьи. И до того момента, как ты заявишь обратное. Ну, это будет странно, да. Мне, как бы, это кажется немного притянутым за уши. Когда я читал, там понятные вопросы. Понятно, на что нас ориентируют те, кто писали о применении традиций в семье. И применение традиций в коллективе. То есть, я не называю это маразмом, да, как бы не оскорбляю. Но мне это видится немного таким притянутым за уши. Но, тем не менее, я считаю, что это, я люблю наше сообщество за то, что оно очень человеческое. Оно вот человечески нормальное. По-хорошему, на эти традиции мы должны ориентироваться все вообще. В обществе, в принципе. Это было бы полезно. Относиться ко всем людям вот с такой добротой, терпимостью. Как ко всем относиться, как к товарищам. Никого, ни над кем не возвышаться. Никого не унижать. Принимать всех. Кстати, это отражено там... Ну, я же анонимный. Я в разных книгах, фильмах все вижу свою эту, нашу духовную историю. И вот в одной книге, там, ленинградца... Я даже аудиорассказ записал с этой книги. Там участник обороны Ленинграда, воспоминания о войне. И он там говорит, а сейчас начали делить на своих, на чужих, кто наш, кто не наш. У нас, говорит, такой вопрос не стоял, все были наши. Ну, у нас бы таких вопросов не возникло там. Ну, я считаю, это вполне в рамках наших традиций. Вот такая идея. Да, да, то есть это то, что к нам относится. Что это за наши, не наши. Да все наши. Вы что? Алло, очнитесь, все свои. Ну, как бы это правильно. Дальше, что касается вообще... Ну, я еще раз говорю, что, в принципе, некоторые объединения, многие объединения следуют чему-то подобному. Trade Union, профсоюзы. Это примерно такая же история. Партийные уставы иногда. Вы знаете, я прочитал перевод, есть в аудио формате, Дана Придца, который привез программу. Не программу он привез, вернее. Он привез литературу первый раз на уже открывшуюся группу московские начинающие в Москву. И он там рассказывал, что когда они переводили литературу на русский язык, переводили традиции, женщина все время хихикала из России. Ну, иммигрантка из Советского Союза. Он говорит, а что хихик им-то? Она говорит, да я как бы из Советского Союза, а эти ваши традиции... Ну, чистый коммунизм вообще. Чистой воды. Это и есть в спикерской Дана Придца. Я думаю, он не в полной мере этого понимал, почему так. Общины, в конце концов, самые разные. Почему коммунизм? От слова коммуна – община. Переводится как община. Оксфордцы – это тоже была община. Там тоже были свои традиции, уставы, да. То есть, в принципе, для человеческого общества, для какого-то коллектива – это вполне подходящие нормы взаимоотношений и внутреннего устава. Двинемся дальше, да. Четвертое. В том, что касается своих собственных дел, каждая группа анонимных алкоголиков не несет ответственности ни перед кем, кроме своей совести. Но когда ее планы затрагивают интересы других групп, с ними необходимо советоваться. Ни одной группе, ни одному региональному комитету и ни одному члену анонимных алкоголиков никогда не следует предпринимать какие-либо действия, которые могут сильно повлиять на анонимных алкоголиков в целом. Не посоветовавшись с опекунами главного совета обслуживания. В таких вопросах наше общее благо важнее всего. Опять же, значит, ведете свои дела в группе, ведите, как вам нравится и как вы хотите. Все, что угодно. Например, можете каждому новичку дарить синюю бейсболку и говорить, что у нас в группе принято носить синие бейсболки. Ну, в общем, это будет немного странно, но допустимо. Но если это будет касаться сообщества в целом, отношения с нашими друзьями, выражение какого-либо отношения, участия в любом политическом движении, в любом религиозном движении, в каком-либо еще отношения с другими структурами, не связанными с анонимными алкоголиками. Это может, если группа начинает заявляться, как сотрудничающая с кем-то в открытую, да, это может сформировать отношение ко всем анонимным алкоголикам вместе. Группа не должна этого делать никогда. Значит, есть такой момент, что существует много деятельности, она описана там в разной литературе, которая может произвести такое впечатление. Вы знаете, когда сюда летел, в самолете смотрел сериал, ну, скачался, чтобы не скучно было лететь, посмотреть сериал на планшетке. Смотрю сериал, там в сериале один другому говорит, да вон там у нас, там наш пошел в анонимные алкоголики, хорошо бы пробить, может им крыша нужна, да, там мы бы нормально на этом заработали. А потом говорят, блин, да если бы, типа, если бы мы подписались под 12 шагов, мы бы были самым богатым клубом Америки, типа там-то, типа того, мол, 12-шаговые вытягивают столько денег из людей, что вообще. Я полагаю, что там имелась в виду реабилитационная программа, потому что иногда я сталкивался с таким, что о нас судили как о реабилитации. Вы, а где у вас клиника, спрашивали люди, говорили, а, да, там, какая у вас эта система, потому что в общественном таком положении, это не из-за того, что мы нарушаем традиции, это за того, что иногда некоторые реабилитационные программы, некоторые деятели, да, используют 12 шагов для рекламы и так далее, да, и анонимных алкоголиков. Но, тем не менее, примерно такой же косяк может совершить и группа, да, самые разные косяки. Начать выпускать какой-нибудь, выходить в открытую информацию. Ну, у нас нарушают анонимность, многие наши, целая группа может нарушать так анонимность. Я не хотел бы говорить о конкретных косяках, конкретных комитетов, там, наших структур, да, но они были. Когда мы подписывались, я видел бумаги, которые давали, да, определенные, это все противоречило традициям. Может быть, сказать, что анонимные алкоголики имеют мнение по какому-то поводу. Нет, не имеет. Мы не должны такого делать. Традиция пятая. Каждая группа анонимных алкоголиков должна быть объединением, основанным на духовности, имеющим лишь одну главную цель. Донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Ну, подробно расписаны эти традиции в книге «12 шагов и 12 традиций». Но там сказано в книге «12 шагов и 12 традиций», что вот если ты сапожник, так оставайся им до конца своих дней. Лучше делать одно дело хорошо, чем много абы как. Мы хороши в одном, в трезвости, да. Мы занимаемся вопросами трезвости. Мы заинтересованы теми, кто страдает. У нас, кстати, на группе в преамбуле, мы так говорим, алкоголики, которые все еще страдают, как за пределами этой комнаты, так и внутри нее. Потому что это единственная наша цель. У нас, в принципе, больше нет никаких целей. Когда мы доносим наши идеи. Что за идея? Идея «12 шагов», то есть идея трезвой жизни, свобода, радости и счастья. Вот до других алкоголиков. Все, мы больше ничем не занимаемся. Поэтому, когда я этот момент сформулировал, женщина как раз и сказала, а, так вы общество трезвость. Ну, из администрации женщина. Ну, в ее ассоциации это было так. Ну, почему бы и нет. Да, потому что мы больше-то, в общем-то, ничем не занимаемся. Только этим. Поехали, шестая традиция, да. Проблемы, связанные с деньгами, собственностью и властью. Могут легко отвлечь нас от нашей основной духовной цели. Мы полагаем поэтому, что любая собственность, обладающая значительной стоимостью и используемая для нужд анонимных алкоголиков, должна принадлежать какой-либо посторонней компании и управляться самостоятельно. Таким образом, мы отделяем материальное от духовного. Группа анонимных алкоголиков, как таковая, никогда не должна заниматься предпринимательством. Такие вспомогательные для анонимных алкоголиков учреждения, как клубы или больницы, предполагающие владение обширной собственностью и участие в администрировании, должны принадлежать посторонним компаниям и быть отделены от анонимных алкоголиков, чтобы в случае необходимости группы анонимных алкоголиков могли свободно от них отказаться. Следовательно, эти учреждения не должны использовать ими анонимных алкоголиков управления, ими должно полностью находиться в руках тех людей, которые их финансируют. В клубах, я сейчас объясню, что это такое, обычно предпочитают руководителей, принадлежащих к анонимным алкоголикам. Однако, что касается больниц, а также других мест, где алкоголику помогают восстановить здоровье, они должны быть явно вне сферы активности анонимных алкоголиков и управляться медиками. Хотя группа анонимных алкоголиков может сотрудничать с кем угодно, такое сотрудничество никогда не должно доходить до установления организационных связей, а также явной или скрытой поддержки. Группа анонимных алкоголиков не должна связывать себя ни с кем. Это было очень актуально, потому что вообще клубы в Америке же это появлялось на базе клубов. Это вполне такое понятное явление, и я некоторое время был даже владельцем такого заведения, год. У меня было заведение. Я туда, когда был ремонт в наркодиспансере, я пригласил туда группу. Ну, я подумал, у меня есть свободные часы, когда я могу зал отвезти. Думаю, ребята согласились, собрали рабочее собрание, а нормально ли это арендовать комнату в коммерческом заведении? Я поинтересовался, узнал, что и в Европе, и в Америке, и в Канаде полно. Но это практикуется нормально совершенно. Вот. И у меня открылись там группы, и это было кафе, которое работало как кафе. Там была кухня. Но в помещении группы проходила группа, и там было все как на группе. Когда группа заканчивалась, это помещение пускали под зал для общепита. Для кафе. Вот. Есть ли здесь нарушения традиций? Ну, никаких. Я зарабатывал на анонимных алкоголиках? Нет. Я зарабатывал на клиентах моего заведения. На группе я ничего не зарабатывал. Группа, но мне это помогало заведению. Приходили же, ну, во-первых, я сам анонимный. Ко мне приходят анонимные, им хорошо у меня сидеть. Как целевая аудитория. Люди заказывают, едят, пьют чай, кофе, общаются им комфортно в компании в одном зале. Почему бы и нет? Когда дел, Гриша меня законтачил там с таким Carvel Club в Америке, в Индианаполисе. И там тоже, там у них двухэтажный особняк вообще. И группы начинаются там с шести утра. У них постоянно работающий офис Ланона. Там магазинчик с литературой. У меня тоже был магазинчик. Там продавалась литература, медальки, там сувениры от офиса. Вот. И, ну, они как на комиссию давали со скидкой. И продавал. Вот. И, собственно говоря, работа заведения была устроена как работа заведения. Пришел на группу, когда идет группа в помещении, все как на группе. Вышел за пределы, ты попадаешь просто на территорию заведения. И там обычные правила кафе или клуба. Вот. В Америке таких было много самого разного типа. То есть, люди, владельцы каких-то помещений предоставляли эти помещения, когда начинали сами выздоравливать, например. Предоставляли эти помещения для проведения групп. И очень быстро встал вопрос. А это одно и то же или нет? А если владелец забухает, к примеру, или если, да, и куда нам деваться, да, или просто передумает, или захочет продать это помещение, значит, группа должна как бы куда-то переехать, это группа людей, да, а значит, она не должна быть связана с этим клубом, с владельцем этого помещения. Вообще никак. У меня была одна ошибка в традиции, потому что у меня заведение называлось «Чай», и мы назвали группу «Чай». Группа «Чай» до сих пор, ну, с Гришиной подачи, кстати, он потом сам сказал, что это моя лажа, нельзя было называть ее «Чай». Но лень было придумывать, мы от балды назвали «Чай». Вот. Вернее, мы сперва семинар по книге провели, а потом продолжили собираться. И он так начал говорить «Чай», чтобы не придумывать название для группы, и так и прилипло. Группа «Чай» до сих пор работает, заведение у меня закрылось, у меня сейчас другое заведение, там закончился договор аренды, оно закрылось, а я там ушел в другое заведение, оно сейчас никак не связано с анонимным, ну, оно и не было связано. Вот. А группа «Чай» сама по себе просто съехала на местность в такой же ЦСО, в подобное помещение. Вот. Но Гриша сказал, что это было неправильно называть ее по названию заведение, чтобы не путали, что клуб и группа – это одно и то же. Лучше в клубе «Чай» собирается группа алкаши, там, к примеру, группа «Бахус». Так, вот, а да, ну о больнице понятно, да, то есть была же такая идея, она описана в книге «12 шагов, 12 традиций», да, там, где сделали, что на первом этаже проходит собрание, на втором этаже детокс, на третьем реабилитация, очень быстро все это закрутилось с коммерцией, все попуталось и в итоге все развалилось. Вот. Значит, для благополучия самого сообщества, а вот прикиньте на самом деле, что мне самому такое закидывали. А почему бы не прогнуть эту тему через депутата Государственной Думы? Им же там в предвыборной своей кампании будет круто, что они занимаются, типа так вот поставить галочку, да, там, типа, набрать еще голосов. И это не новое, это было с самого начала в анонимных алкоголиках, многие предлагали в этом поучаствовать, тем более это в какой-то момент набрало обороты и стало круто, и анонимным алкоголикам стали это предлагать, почему бы вам не поучаствовать в нашей кампании. Нет, потому что нас спутают с вашей партией, нас спутают с вашей кампанией, мы попадем в зависимость от вас, да, то есть ваша лажа станет нашей лажей. Вот, не надо, не надо нам такого. Традиция седьмая. Группы анонимных алкоголиков должны полностью опираться на добровольные денежные пожертвования своих членов. Вот я уже говорил, что одна традиция вытекает из другой, немного забыл продолжить это говорить при переходе от традиции к традиции. Я надеюсь, вы заметили, что логически идея перетекает из одной в традицию в другую. Каждая традиция дополняет предыдущую. То есть, другими словами, первое, наше общее благо на первом месте, мы коллектив, ребята, мы не отдельно раздробленные личности, мы коллектив. Отсюда выходит, а над нашим коллективом кто-то властен? Нет, только Бог. Дальше пошли. А кто может быть членами нашего коллектива? Только алкаши, но любые алкаши. Дальше, ну, это логично, да? Отсюда вытекает. А какая цель-то у нашего коллектива? Только доносить наши идеи до тех алкоголиков, которые еще страдают. Других целей у нас нет. Отсюда логично вытекает, что мы вообще с кем-то можем быть связаны или как-то, да? Нет, не можем. Алкоголизм это же болезнь, медики занимаются, да? Нет, медики занимаются своим делом, мы своим. У нас разделенные, да? И дальше следующая, седьмая, да? Мы... А кто нас финансирует? Никто. Мы живем на общак. Общак это святое вообще. Если какой-нибудь ниггер на окраине Нью-Йорка продаст хотя бы грамм, 10% мои. Это в фильме «Король Нью-Йорка» было. Он там приходит к мафиозам. Я вам объясню сейчас. Да, так вот, ладно, если без шуток. Общак, действительно, мы живем на собственные пожертвования. Ни для кого это не новость. Перечисляем ли мы деньги куда-то в структуры по-хорошему правильно, чтобы мы не отдельная группа, а мы связаны с другими структурами, да? То есть мы связаны с другими группами тоже. Мы можем адресно помогать какой-то другой группе чем-то. Например, купить литературу для новой группы в подарок от нашей. Договориться на рабочем собрании и помочь так. Можем договориться перечислить куда-то деньги. Но мы не можем договориться принять чьи-то пожертвования. Или принять от кого-то деньги, да? Это было бы неправильно. У нас есть седьмая традиция. Мы собираем пожертвования и кумекаем в рамках этой самой седьмой традиции. Когда у меня была группа в клубе, там говорят, а сколько надо будет платить аренду? Я говорю, сколько сможете? Сами определите. А тебе какая выгода? Они говорят. Ну вы же, может быть, у меня потом закажете кофе покушать. Отлично. Вы как бы в непраймовые часы, вы мои клиенты, вне группы, это вы мои клиенты. То есть как бы я заведение раскручиваю, да и мне как анонимному. По кайфу, что здесь анонимный движ у меня. Они, ну добро, занесли. За первый месяц группа, по-моему, 600 рублей занесла. Ну официант 600 рублей на чаевых поднимает примерно за час. Вот. Ну да, то есть понятно, да? То есть в прямой от группы. Но одна из групп раскрутилась. За какое-то время она стала очень популярной. Шла два раза в день. Там было очень много народу. И они в какой-то момент на рабочке говорят, Дим, ну а вообще, вот если мы тебе больше денег сейчас будем платить, чем мы раньше договорились. Я говорю, это будет замечательно. Ну я на вас давить не буду, но мне как бы не помешает. А они занесли мне двадцатку за месяц. Я говорю, а вам нормально? Мы восемь сподняли такие. Ну как бы сами решили, но вот у меня было так. То есть группа сама решила, что ну а что мы тут эксплуатируем помещение, что бы не это самое. Ну так решила рабочка. Для меня это было как, ну, приветствую. Как высшая сила порешала. Так вот. Группы анонимных алкоголиков должны полностью опираться на добровольные денежные пожертвования своих членов. Мы полагаем, что каждой группе следует быстро достичь этой заветной цели. Что любое обращение к широкой публике за средствами с использованием имени анонимных алкоголиков это крайне опасно. Будь то обращение от групп, клубов, больниц или иных организаций, имеющих лишь косвенное отношение к анонимным алкоголикам. Мы думаем также, что неразумно принимать от кого-либо подарки, обладающие большой стоимостью или пожертвования, предполагающие какие-либо обязательства. Мы также с озабоченностью следим за теми группами анонимных алкоголиков, которые продолжают накапливать средства вне всяких разумных пределов и без какой-либо оправданной для нужд анонимных алкоголиков цели. Ну это странно, да? Было бы сидеть на бабле. Ребята, у нас все это уже много набралось, никому не отдадим. Арендуем ячейку в банке. Ну там в связи с двумя конференциями, да, я слышал, может это не так, что некоторые группы, ну, вы разберитесь сначала, что какая конференция, туда и будем перечислять. Да. Что некоторые группы, они бы и рады отправить, но как бы в связи с этим расколом, да, то есть дарелие пропадает. Да. Можешь как-то осветить вообще это неправильно, неправильно. Да, конечно, а что тут такого сложного-то? Группа на самом деле может выражать недоверие к обоим структурам, никуда деньги не перечислять, а литературу покупать там, где ей удобно. Ну, как бы это было бы логично. Вот, значит, некоторые группы перечисляют в обе структуры. Ну, раз у нас две структуры раскололись, будем перечислять и туда, и туда, и литературу будем покупать. То там, кто там, кто лучше выпустит издание, там и купим. Почему бы и нет? Ну, вы там разберитесь, действительно, да? А мы там решим. Некоторые группы ориентируются четко на одну из структур. Некоторые принципиально, я знаю, потому что вот эти правильные, а эти нет. А некоторые не принципиально, некоторые просто потому, что они давно вот там обслуживались и так ничего не стали менять. Моя группа, например, Хорошевка, обслуживается в структуре, и она обслуживалась там с момента открытия. В этом офисе покупали литературу, туда ездили, нас все устраивало. Когда узнали о расколе, это вынесли на рабочку. Говорим, а нас что-то не устраивает в работе этого офиса? Не, нас все устраивает. Ну, тогда там и остаемся. То есть, у нас это не было какой-то позой, там, вычислением, кто прав, кто виноват. И продолжили там. Интергруппа, например, московская. Мы перечисляли туда деньги, перечислили 22 тысячи. Большое пожертвование. Они нам говорят, если вы у нас не зарегистрируетесь, не пройдете перерегистрацию, не поменяете офис обслуживания, значит, вы зарегистрированы там-то, а надо зарегистрироваться вот здесь. А если вы этого не сделаете, из вас выкинут из расписания. Мы думаем, нормально вообще. Мы 22 тысячи дали, а нам условия ставят. Ну, тогда до свидания, кукуйте без денег. Больше рабочка решила в интергруппу ничего не перечислять. Раз такой расклад. У меня на группе сисадмин сидит, пацанчик говорит, да ладно, в 22 тысячи им дали. За что? За вот этот сайт паршивый? Да я за 22 рубля коммерческий сайт раскручу. Не то, что сайт группы. Мы взяли эти деньги, пожалуй, сделали свой сайт. Стали его раскручивать, выкладывать туда спикерские и так далее. И это не было каким-то там... Это неправильно, не неправильно. Ведь как на самом деле все происходит? Мы на что-то реагируем. Раскол случился, ну, потому что он случился. Там у каждого офиса свои косяки. Там никто не знает, одни ангелы, другие дьяволы. Да чушь. И там алкаши одинаковые совершенно. И там гонят, и тут гонят, и тот косячат, и те косячат. У этих одни косяки, а у этих другие косяки. Ну, как бы, это нормально. А группы реагируют по факту, потому, как они... Я хотел это сказать, и часто говорю, что с возрастом ты начинаешь понимать, что люди такие не потому, что они какие-то правильные или неправильные. Люди живут так, как у них получается. Вот как умеют, так они и живут. Вот я раньше все пытался, не мог самоидентифицироваться. Все пытался... Вот как получается, так и получается. Вот я вот такой вот, конкретный. Так по-другому не получается. Понимаете как? И с группами примерно так же. Вот у нас вот такой вот коллектив, и у нашего коллектива возникает вот такое видение. Так получается. Вот мы такие. Ну и что? Мы решили с этим офисом сотрудничать. Можете ни в один не перечислять. А как от денег избавляться? Помогайте другим группам. А вот у нас абонентский ящик там был. 2-5, что-то такое, с цифрками. Он закрылся. Для писем абонентский ящик, почта там вот где там, на почтам ящика. По-моему работало. Да. Могу уточнить, точно не знаю. Что-то сейчас такая эпоха электроники. Я забыл про работу. Площадь. Теперь мы МКО без пити. Мы что-то такое слышали в последней истории. А я могу уточнить. Причем могу уточнить в обоих офисах. В принципе-то не вопрос. А что там надо узнать? Ну, я думаю, что вряд ли. С какой стати-то? Ну, вот. А вообще взаимодействие со структурой осуществляется группой по необходимости. Вот как я говорил, Шона из Америки, из Нью-Йорка, рассказывала. Мы говорим, а вот может ли группа приехать на конференцию или только ассамблея должна выдвигать? Она говорит, а сколько групп в Москве и Московской области? Ну, мы там говорим. Он говорит, в одном только городе Нью-Йорк в два раза или в три раза, я сейчас не помню, какую цифру назвала там. Ну, в два или в три раза больше, чем во всей России вместе взятой. Какая ассамблея? Ассамблея нужна по факту. Когда слишком много людей, тяжело договориться. Поэтому каждые группы должны выдвинуть человека, чтобы небольшой коллектив мог договориться с каждым выбранным представителем. Народный депутат. Ну, на самом деле, да, представитель совета алкоголиков нашего района. И он приезжает в Центральный Совет, в ЦК. В Центральный Комитет, кстати, это тоже Комитет называется. Он приезжает в Центральный Комитет и вместе с другими такими же облеченным доверием людьми уже решают. То есть, если меня делегировали, я имею право представлять свою группу, интересы своей группы защищать, значит, там, соответственно. Вот. Так это устроено. И если наша группа самодостаточная, она как бы работает, да, то, что мы не отчисляем деньги в какую-то из структур, скажем, нас не делает группа АА или не АА. Мы все равно группа АА. Вот. Нам ставят какие-то там странные условия. В итоге нас вообще зарегистрировали в офисе единства. Мы зарегистрировались в интергруппе, чтобы нас унесли в расписание на сайте. А они так повернули, что если регистрируешься в интергруппе, окажешься в единстве. Ну, как бы, одновременно это, ну, частью единства. На рабочке говорили, говорим, а нам что, западло быть зарегистрировано в единстве? Да нет, не западло, а что такого? Литературу мы покупаем на тайнинке, всегда там покупали. Но если единству так вот, так вот повернулась судьба, ну пусть так будет. Поэтому мы, в общем-то, зарегистрированы в интергруппе и в единстве, а литературу закупаем там на тайнинке. То есть, получается, взаимодействуем и деньги туда перечисляем. Кажется. Я просто не был на последней рабочке. Вот. Ну, так вот. Но я не думаю, что это поменялось как-то за несколько месяцев, которые я там не следил за этим вопросом. Но сейчас вот так. И я не считаю, что это должна быть принципиальная позиция. Просто по факту. Для чего нужны структуры? Они нас обслуживают. Вот если они нам нужны, нашей группе, мы с ними взаимодействуем. Если они финтят, или нам что-то не нравится в их, мы можем сразу от них отказаться. Это они для нас, а не мы для них. Это мы им диктуем, а не они нам. А тут сделайте так, тогда мы вас в расписание внесем, с расписанием выкинем. Это что вообще за разговор вообще? Саня, у меня вопрос какой-то литературы, что утверждает. Вот, например, книжка там какая-то, она не является утвержденной анонимными алкоголиками? Или является? В Нью-Йорке офис. Здесь же написано, здесь у нас написано, что все права защищены, бла-бла-бла, согласно лицензии. Переведено от английского, создано с разрешения алкоголик-анонимус World Service. Авторские права на англоязычные издания этой книги также принадлежат АА World Service. Нью-Йорк, все права защищены. Никакая часть этого перевода не может быть скопирована в какой-либо форме без письменного разрешения от АА WS. Это World Service. Они там уже утверждают? И дают лицензию на выпуск литературы. Сейчас лицензия есть у обоих офисов. Так что у одного старое действующее, у другого новое данное. У меня вопрос, почему возник, потому что как-то книжка называется «Камень в воду» что-нибудь. Сбросит камень? Да, да. Ее какие-то непонятки возникают. Ее мало. А, я понял, да, вопрос. Значит, у нас выпускался еще журнал «Дюжина» в анонимных алкоголиках России. Да, его уже нет, это не мировое издание. Дело в том, что есть конференция международная, мировая конференция. Там еще есть Европы, международная. А есть конференция национальная в России. У нас их две сейчас. Еще раз не призываю ни к одной, ни к другой. Как бы сами смотрите. Можете на обе съездить. Вызвинуть делегаты и туда, и туда. Значит, и конференция, вот эта самая национальная, российская, она может принять свои решения и выпустить какую-то свою литературу под своим каким-то там этим самым. Тот же самый журнал «Дюжина» – это вот журнал анонимных алкоголиков России. Это «Сбросить камень», честно сказать. А ее, по-моему, один, да, в офисе выпускает только? Я не знаю, кто. Нет, это вообще-то же просто какой-то алкоголик не стал. Нет, на тайнинке я вот купила. Да. На днях она... Вот журнал «Дюжина». Вот «Сбросить камень» по-моему выпускали как приложение к «Дюжине». Вот. Так что... Ну мы сейчас... Вот как звучало там решение конференции. Печатать литературу, утвержденную конференцией США и Канады, то есть международной, либо утвержденной российской конференцией. Поэтому если... Ну, конференция – это опять же, где представители народных депутатов собираются на конференцию. Вот если она порешала конференция, это как бы вот высший орган за все... Да. Пять минуты. Ага. Так, да, я дочитаю эту седьмую традицию, да, у нас. Мы думаем так же, что неразумно принимать от кого-либо подарки, обладающие большой стоимостью, или пожертвования, предполагающие какие-либо обязательства. Мы так же с озабоченностью следим за тем, кто накапливает за группами, которые накапливают средства, без всяких разумных пределов и без какой-либо оправданной для душ-анонимных алкоголиков цели. Можно, кстати, туда в офис отрядить деньги вообще в Америку, если хотите. Ну, как избавиться от денег-то уж вопрос несложный. Можно найти. Ну, мы на самом деле, наша группа адресно помогала ряду групп. Мы собирали деньги, брали седьмой традиции, у нас накапливалась сумма, мы решали, надо избавиться. Ну, у нас группа, ворот, большой, у нас большая седьмая традиция. Вот набралась тридцатка, мы хотим избавиться от тридцатки. Но лишнее. У нас группа обеспечена, бахилы закупили, там, литературу закупили, у нас там оббязали бахилы на зиму, неважно, чай закупили, все рассчитали, резерв оставили, на случай, если нам придется переезжать, должен быть резерв у группы. Вот. И сверху еще осталось, кому? А вот группа на Чукотку, мы отправляли деньги на группу. Там вообще очень бедно с группами и тяжело. Мы собрали тогда вот эту тридцатку, купили литературу, там тридцать шесть, по-моему, тысяч было, с учетом почтовых издержек. Собрали коробку, отправили почтой на Чукотку, распространить по группам. Потом также еще в других местах, в Красногорске, вот у нас в соседнем городе, группа открывалась новая, тоже им нужна была помощь. Кстати, мы были зарегистрированы на тайнинке и покупали там литературу, а группа, которая открылась в Красногорске, в Красногорске зарегистрировалась в единстве. И сказали, что мы встретились, они говорят, ну вообще, если вы нас сгреете литературой, будет офигенно. Я говорю, да не вопрос, вынесем на рабочку. Потом, значит, во время рабочки, то ли он приехал, то ли позвонил Олег, я сейчас не помню, и говорит, слушай, я тут такой момент, мы вот в единстве зарегистрировались. Я говорю, ну и что? Ну а вы же типа на тайнинке, типа не косяк, что вы нам литературу передадите. Я говорю, хорош, вот это вот лишнее вносить, это неправильно. Ну, толкаши помогают толкашам, ну какая разница, кто где зарегистрирован. На будущее накопите денег, сами решите, где литературу покупать. Где хотите, там и регистрируйтесь, в отдельная группа. Но мы вам можем оказать адресную помощь. Это же способствует донесению идей, дать литературу другой группе. Ну, явно способствует. Почему бы не сделать этого? Опыт неоднократно предостерегал нас, что вернее всего может разрушить наше духовное наследие и не что иное, как бесплодные споры о собственности, деньгах, деньгах и власти. Потому что, когда у нас кто-то решает, знаете, мне понравилось, Женя в свое время там сказал, ну, Молев, на группе говорит, у нас понимаете, какой раскол в структурах обслуживания произошел? Одни были уверены, что они точно знают, каким должно быть сообщество анонимных алкоголиков. Они точно знают, что такое АА, и только они это знали. А другие были уверены, что они исполняют волю Бога. Я, говорит, большую часть времени находился с теми, кто считает, что они исполняют волю Бога. Ну, на самом деле, это все примерно так и выглядит. Эти кричат, вы эй, вы не эй, эти ему, ну, с нами Бог там или что-нибудь такое. В общем, это в нашем стиле, в стиле анонимных алкоголиков, да? Но вообще, еще раз говорю, вот эти, безусловно, то, что у нас раскол в структурах обслуживания, то, что у нас две конференции, это полная фигня, ребята. И, конечно, это хреново. И, конечно, это, ну, мы не уникальны, говоря, что в Мексике там семь, в Финляндии расколото на два офиса. То есть, мы не одни такие. Слава Богу. Да, слава Богу. Да, 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 да. То у нас любят, да, такие. Но только у нас в России. Не, не только. Только у нас у алкашей будет правильнее звучать. Вот. Неразделенных границами. Так что, ну, конечно, это неправильно. И, должна быть одна конференция. Во-первых, это дешевле. И деньги анонимных алкоголиков не будут расходоваться попусту. В этих структурах есть люди, которые пытаются это придумать, как это сделать. Чтоб не одна из структур она сама уничтожилась, как предлагалось, да, а все-таки, чтобы две структуры были, слились в одну, так или иначе. Это будет логичней, правильней, дешевле, грамотней. По всем параметрам. Это совершенно некрасивая ситуация. Но она есть. А из-за того, что она некрасивая, как бы, я вообще не хотел, чтобы Советский Союз разваливался. Но это случилось. Знаете, расколы, эй, я как-то переживу. У меня страна развалилась, в которой я родился. Так, ну, это факт. Нам, к сожалению, приходится теперь пожинать плоды того, что произошло. Вот, просто так сложилось. И в этой обстановке нам надо, взращивать, вот, я полагаю, как бы, личное выздоровление и единство в группах, регионах и так далее. Приходить к какому-то пониманию. В принципе, если большинство групп договорятся, отморозятся относительно двух структур, если такое предположить, и сказать, не, нифига, аннулируйте две структуры, как хотите, собираем новую конференцию. Если это будет от групп. Гриша говорит, это должно исходить от групп из масс. Я говорю, прям словами Ленина заговорил, идея должна овладеть массами. Точно. Молодец, я всегда знал, что ты наш. Так что да, на самом деле, чем больше среди нас выздоравливающих, понимающих традиций и вообще правильно себя ведущих людей, я сейчас заканчиваем, да? Я полагаю, что я буду еще про это повторять во время этого семинара, что недопустимыми косяками, я считаю, в служении является любая форма нетерпимости по отношению к кому-либо из алкоголиков, любая форма агрессии к кому-либо из алкоголиков. Но большего косяка трудно придумать, чем нагрубить новичку или обозвать какую-то группу а не не эй-эй. Но это косяк, это неправильно. Или говорить, а, вот он употреблял наркотики, он еще в иные ходит, какого он фигу, он спикерит в анонимных алкоголиках. Да тебе какое дело, я могу входить в 500 сообществ. В Америке есть сообщества, кстати, интересно, сейчас около 400 сообществ различных, 12-шаговых. Там даже есть сообщества ветеранов-воин, людей, военнослужащих, переживших военные конфликты. Все этажа 12 шагов, 12 традиций, чай, кофе, все как у нас. Вот. Ну и что, может, я еще в какое-то сообщество вхожу, игроков, сексоголиков, что я из-за этого не могу спикерить, что за глупость такая. Если я себя считаю членом анонимных алкоголиков, я могу. Или как я по шагам работаю, кто у меня спонсор, вам какое дело вообще. Ну, условно говоря, если мне предъявляют, что ты как-то не так шагаешь. Я с таким сталкивался. Фигасе я не так шагаю. А ты кто, эксперт по шагам? Из комиссии, из экспертной комиссии по шагающим? Ну, это странно. Вот эти все претензии непонятные и взаимные, это чудно, действительно. Так что, вот это недопустимо. Мы должны быть взращивать доброту и терпимость, как сказано у нас. Это вообще явление, которое в человеческом обществе в принципе в дефиците. И я про это тоже еще буду говорить. Как написали в свое время Стругацкий, там у них такая выдержка, там говорится, он был добрым, а ведь доброта это такой же талант, как музыкальный слух или талант к живописи, но гораздо более редкий. Это всегда в дефиците. Поэтому нам надо это всегда взращивать и на это работать. внутри группы и вообще в сообществе и в личном выздоровлении. Спасибо. Прервемся? Спасибо. Спасибо. Спасибо.